Ремонт детской поликлиники наконец завершился. Вместе с главой города, председателем Совета депутатов и главным врачом ЛЦГБ на обновленное здание взглянула и наша съемочная группа. Большой просторный холл, удобный центральный вход с обновленными дверями и пандусом, отремонтированные коридоры и кабинеты с современной отделкой, красивый фасад в едином стиле с новыми корпусами, ухоженная территория перед поликлиникой с детской площадкой и местом для стоянки колясок. Все это лишь часть реконструкции, которая велась здесь почти год. Внешними изменениями ее результат, конечно, не ограничился. Целью преобразований было не только привести здание в современный вид, но и улучшить внутренние процессы в работе самой поликлиники. И, по мнению ее заведующей, во многом это сделать удалось. Лабораторная служба у нас стала работать так, как это должно быть, то есть отдельно кабинеты, отдельно забор крови, отдельно помывочные, ну то есть все как это вот как бы предписывается санитарными правилами, стандартами оснащения поликлиники. Допустим, вызов на дом, там же как у нас колл-центр мы называем наш внутренний, то есть там сидят люди, которые занимаются только вот приемом вызовов и то есть это более активно, хотя все равно родители периодически жалуют, что не могут дозвониться. Звонков поступает очень много. У нас получился очень удобный блок неотложной помощи, то есть если подъем заболеваемости, мы открываем вот этот вход, который тоже у нас теперь новый, под этой вот такой прозрачной крышей и там практически изолированно заходят больные дети и там их доктор осматривает, как бы назначает лечение. Эти потоки не пересекаются с здоровыми детьми или с выздоравливающими. То есть стало намного удобнее работать с пациентами. Удобнее стало и самим пациентам. Регистратуру сделали открытой, появился большой гардероб, осталась в здании и аптека. Правда, чтобы освободить пространство, со входа ее убрали в коридор. В обновленном холле появились пеленальные столы, информационные табло и плазменные панели с мультиками для малышей. Закупить все это поликлиники помогли городские власти. Средства регионального бюджета выделены были исключительно на реконструкцию самого здания. О ее результатах врачи рассказали главе города Евгению Смышляеву в рамках небольшой экскурсии. Внутрь мы сегодня проходили новые кабинеты, оборудование новое, новое оснащение, приятные яркие цвета. Мы сегодня и с детьми пообщались, и с мамами пообщались. В целом люди отмечают положительную динамику. Поэтому, безусловно, это большая работа, которая проводилась. Здесь надо не забывать, что несколько лет назад были построены еще два дополнительных корпуса детской поликлиники за счет муниципальных средств. Поэтому все эти вот меры, этот комплекс мер привел к тому, что сегодня фактически мы подводим итог этой большой работе по реконструкции и обновлению детской поликлиники, которая несколько последних лет проходила. Я думаю, что все жители города Лобни, наши самые юные лобнинцы, мамы, папы, родители оценят эти изменения. Тем не менее, остались и пока нерешенные проблемы, главной из которых, как и во многих других муниципалитетах, является недостаток педиатров. И в этом вопросе обновленная поликлиника должна стать еще одним небольшим поводом сделать работу врачей в Лобни чуть более привлекательной. Никита Панин, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.